Шоклапан Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 37-м онлайн занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Фасароков. Вести занятие буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Безша. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Безша и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Безша. Ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, приступим к сегодняшнему занятию. У нас с вами по плану небольшой драматический блок. После того, как мы его с вами освоим, мы попробуем его закрепить с помощью такого довольно-таки объемного упражнения на переписывание. Итак, давайте сразу приступим к занятию. Не будем откладывать. Так, начнем с грамматики. Смотрите, значит, что у нас сегодня по плану. В абазинском языке суффикс «at» имеет значение совместного действия. Например, «atschara» – «кушать вместе». «atsjoutra» – «выйти вместе». Так, это первое, что нам сегодня с вами нужно запомнить – это суффикс «ats». Еще раз закрепим, что он имеет значение совместного действия. То есть, есть, предположим, у нас какой-то глагол. Мы прибавляем к этому глаголу суффикс «ats». Аффикс, извиняюсь, аффикс «ats», то есть в начале слова мы его ставим. И таким образом смысл глагола меня приобретает значение совместного действия. Это первое. А второе, суффикс «i» имеет значение соединительного союза в русском языке. Например, «мадинь и марьяты» имеется в виду «мадина» и «марьят». «рамазан» и «рустами» имеется в виду «рамазан» и «рустам». Несложная, да, идея, несложная конструкция. Еще раз давайте попробуем, ну, повторим, усвоим, чтобы лучше усвоить. Суффикс «i» имеет значение соединительного союза в русском языке. Например, когда мы видим в предложении, предположим, что «мадинь и марьяты» имеется в виду «мадина» и «марьят». Когда мы видим, например, «рамазани» и «рустами» имеется в виду «рамазан» и «рустам». Теперь, когда мы с вами знаем эту грамматическую конструкцию, это правило, давайте с вами приступим к упражнению на переписывание, да, для того, чтобы мы с вами закрепили эти новые знания. Итак, сначала давайте по традиции вспомним, как переписывание на абазинском языке. Как переписывание на абазинском языке? Конечно, «аквилара». «Аквилара», да? Значит, теперь давайте по традиции, опять же, обратим внимание на выделенные звуки и постараемся вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих звуков. Итак, первый звук – это звук «х». Звук «х». Посмотрите, как пишется звук «х». «Х» – твердый знак. Мы с вами, я думаю, легко можем вспомнить, что мы звук «х» запоминаем с помощью слова «шапка». «Хлпа». Звук «х» – выделен красным, да, мы запоминаем с помощью слова «гнездо». «В» – «вяра». «В» – «вяра». Звук «х» – выделен вот голубым, а мы запоминаем с помощью слова «весна». «Хапн». «Х» – «хапн». «Х» – «хапн». Итак, приступим к самому упражнению. Значит, мы с вами сначала перепишем текст, затем разберем слова, новые слова, которые мы встречаем в этом тексте, а потом еще несколько предложений отработаем, не относящихся к этому тексту, просто для того, чтобы дополнительно закрепить это новое правило. В кухне они вместе сели за стол, поужинали. Теперь давайте внимательно посмотрим на выделенные буквы и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы запоминаем выделенные буквы. Если у вас есть свои какие-то идеи о том, с помощью каких слов можно запомнить выделенные буквы, давайте вы будете писать это в комментариях, нам всем будет интересно посмотреть, какие у вас есть идеи. Итак, звук «ц» в слове «амацаворта» мы запоминаем с помощью слова «дерево». Дерево на абазинском языке «цла». Дальше. Звук «ш» в слове «айша». Обратим внимание, что звук «ш» пишется как «шв». Давайте вспомним, что звук «ш» мы с вами запоминаем с помощью слова «олень». В слове «яцкаджат» мы видим звук «дз», «дз». Мы его запоминаем с помощью слова «вода», «дз». Звук «к» мы запоминаем с помощью слова «шапка», «клпа». Звук «ч», посмотрите, как пишется звук «ч», «ч», «палочка», «в». Запоминаем этот звук с помощью слова «яблоко», «ч», «ча». Следующий звук, звук «т», пишется как «т-палочка». Запоминаем мы произношение звука «т», конечно, с помощью слова «сова», «т». Теперь давайте перейдем к следующему предложению этого текста. «Вадарвяна, рамазане, рустаме, аджултхт». «Вадарвяна, рамазане, рустаме, аджултхт». Так, сейчас. «Вадарвяна, рамазане, рустаме, аджултхт». Потом «рамазан» и «рустам» вышли. Значит, смотрите, давайте обратим внимание «рамазане, рустаме». Это как раз то, что мы сегодня с вами проходили в разделе, когда проходили грамматику. Суффикс «и», «рамазане», «рустаме». Видите, окончание «и» – это суффикс «и». Значит, он говорит нам о том, он выполняет роль соединительного союза и переводится как «рамазан» и «рустам». Теперь давайте разберем звуки. Звук «в» мы запоминаем с помощью слова «гнездо». Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «весна». Звук «дж». Посмотрите, непростой звук. Давайте еще раз обратим внимание на этот звук. «Д-ж-в». Вот как пишется этот звук, да? «Д-ж-в». Запоминаем мы его с помощью слова «стиральная машина». «Дж-джага». «Дж-джага». Звук «ц», «ц-палочка» мы запоминаем с помощью слова «дерево». «Дерево» – «ц-ла». «Ц-ла». И, конечно, звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». «Т». Давайте еще раз прочитаем. «Ва дырвяна» – «рамазан» и «рустам» и «аджалцахт». Потом «рамазан» и «рустам» вышли. Разобрали это предложение. Теперь следующее предложение. «Марьяти и Мадини амацаорта алдергат». «Марьят и Мадини навели порядок на кухне». «Марьят и Мадини навели порядок на кухне». Посмотрите еще раз, да? Посмотрите еще раз на конструкцию «марьяти», «мадини». Суффикс «и» в конце каждого из этих имен говорит нам, он выполняет роль соединительного союза, да? И переводим мы как «марьят» и «мадина». В слове «аммацаорта» мы встречаем звук «ц» и запоминаем его с помощью слова «дерево», да? «Дерево». «Ц» – «цла». В слове «алдергат» навели порядок. Мы видим звук «т». Звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». «Т» – «сова». «Марьяти и Мадини амацаорта алдергат». Следующее предложение. «Рамазан шпсищит, а телевизор аджайрошен дапшит». «Рамазан отдыхает», включил телевизор и смотрит. Итак, звук «тш» мы запоминаем с помощью слова «лошадь». «Тш». Обратим внимание, как пишется звук «тш». Состоит из двух согласных. «Т» – «Ш». Очень хорошо. Звук «тш». Разобрали. Звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». «Т». Также вот вы пишете предложение «тата», «тама». Очень хорошее предложение. Молодцы. Дальше звук «тш». Звук «тш» пишется как «ш-палочка». Да? Очень такой интересный звук «ш-палочка» – это звук «тш». Запоминаем мы его с помощью слова «крот». «Тш-чу». «Тш-чу». Дальше мы видим звук «ш», который пишется как «ш-в». Мы запоминаем этот звук «ш-палочка». Мы запоминаем этот звук с помощью слова «олень». «Олень» на абазинском языке «шарах». «Ш-шарах». Давайте теперь еще раз прочитаем это предложение. Рамазан «ш-пси-щит», а телевизор «чай-рэшен» – дапшит. Молодцы. Следующее предложение. Рустам, а компьютер «дацхаджан» – дэнхит. Рустам, а компьютер «дацхаджан» – дэнхит. Рустам сел за компьютер и работает. Значит, в слове «дацхаджан» – звук «дз». Звук «дз» мы с вами запоминаем с помощью слова «вода». «Дз». «Вода дз». Пишется звук «дз» как «дз». Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «шапка». «Х-хлупа». Звук «ч» мы запоминаем с помощью слова «яблоко». «Ча-ча-ча-ча». И, конечно, звук «т» мы с вами уже не раз встречали на сегодняшнем занятии. И мы запоминаем звук «т» с помощью слова «сова-т». Да, очень хорошее предложение. Звук «дз» мы также можем запомнить с помощью слова «осень». «Дзн». «Дз», «дз» – вода. «Дз», «дзн» – осень. «Х-хлупа», «ч-ча-т», «т». «Сова». Значит, смотрите, давайте теперь, когда мы с вами разобрали эти звуки, прочитаем предложение, которое видим на слайде. «Рустам», «а компьютер», «дац», «хаджан», «дэнхыт». «Рустам», «а компьютер», «дац», «хаджан», «дэнхыт». Молодцы. Теперь это у нас наш текст завершился. Сейчас, как я и обещала, мы с вами разберем слова, которые нам... новые слова, которые встречались в этом тексте. После этого разберем несколько предложений. Итак, «Айззара» – собраться, «Аджултхра» – выходить, «Аларгара» – наводить порядок. «Айззара» – собраться, «Аджултхра» – выходить, «Аларгара» – наводить порядок. Итак, в слове «Агаджултхра» мы видим звук «Агэ». Давайте, ну, мы не раз, конечно, встречали на сегодняшнем занятии этот звук, но все равно напомним себе, что запоминаем мы этот звук с помощью слова «весна». «Весна» на абазинском языке «Апнэ». Звук «Дж». Не так часто нам встречается этот звук на наших занятиях, поэтому давайте особенно остановимся на нем. Еще раз обратим внимание, что звук «Дж» состоит из трех согласных. «Дж» произносится как «Дж». И запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова «стиральная машина». «Джджага». Разобрались с этим звуком. Следующий звук – это звук «Ц». Звук «Ц» пишется как «Ц-палочка». Запоминаем мы его с помощью слова «дерево». «Цла». «Ц» – «Цла». Разобрали, да, все эти звуки? Теперь давайте мы с вами прочитаем еще раз эти новые слова, которые мы сегодня проходим. «Айзара» – «собраться». «Гаджалтхра» – «выходить». «Аларгара» – «наводить порядок». Следующая группа слов. «Шпсщара» – «отдыхать». «Апшра» – «смотреть». «Шпсщара» – «отдыхать». «Апшра» – «смотреть». Звук «Ч» мы с вами, конечно, запоминаем с помощью слова «лошадь». «Ш». Обратим внимание на то, как пишется звук «тш». Пишется как «тш». Произносится как «тш». Итак, «шпсщара» – «отдыхать». «Апшра» – «смотреть». Теперь давайте с вами разберем предложение. Посмотрим, встречаются ли нам в этих предложениях те правила грамматические, которые мы сегодня с вами проходили. Итак, «клапны» – «атача» – «гайзахт». «Клапны» – «атача» – «гайзахт». Звук «х» в слове «клапны» пишется как «х» – твёрдый знак «в». Не такой уж и простой звук. Давайте обратим на него внимание. «Клапны» – «да?» Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «гриб». «Х» – «харп». «Х» – «харп». «Х» – твёрдый знак «в». Непростой звук, поэтому обратим на него внимание, постараемся запомнить. Звук «х» в слове «атача» мы запоминаем, конечно, с помощью слова «весна». «Рапны» – «рапны». Звук «ч» – посмотрите, как пишется звук «ч». Как «ч» – «в», да? Состоит из двух согласных «ч» – «в». Мы с вами запоминаем его с помощью слова «постель». «Ш» – «шарта». «Ш» – «шарта». И звук «т», который пишется как «т» – палочка, мы запоминаем с вами с помощью слова «сова». «Т». Разобрали выделенные звуки. Давайте с вами прочитаем это предложение, попробуем отработать произношение этих звуков. «Кулапны» – «атача» – «айзахт». «Кулапны» – «атача» – «айзахт». Следующее предложение. «Варад саздервит». «Варад саздервит». «Я слушаю музыку». «Варад саздервит». Итак, в слове «саздервит» мы видим звук «дз». Запоминаем мы звук «дз» с помощью слова «вода», «дз». Звук «в» – тоже не такой уж простой звук. «В» пишется как «г» – палочка, «в». «Г» – палочка, «в». Произносится как «в» – «в». Мы запоминаем его с помощью слова «гнездо». «В» – «вара». «В» – «вара». И звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». «Т». Теперь, когда мы с вами разобрали эти звуки, давайте прочитаем ещё раз это предложение. «Варад саздервит». «Варад саздервит». Следующее предложение. «А телефон фятшит». «А телефон фятшит». «Телефон звонит». «А телефон фятшит». В слове «фятшит» мы видим звук «ф». Звук «ф». Тоже посмотрите, такой интересный звук. Очень важный для запоминания. Звук «ф». Пишется как «х» – палочка, «в». «Х» – палочка, «в». Запоминаем мы его произношение с помощью слова «трава». «Х-ра». 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 Звук Ч выделен красным и пишется как ЧВ. Мы запоминаем с помощью слова «постель». Чарта. Ч, чарта. Звук Т мы запоминаем с помощью слова «сова». А телефон ФЮАЧИТ. Телефон звонит. Следующее предложение. АУЗАЧА. АЙЧАЖИТ. Друзья беседуют. АУЗАЧА АЙЧАЖИТ. Друзья беседуют. Звук В мы запоминаем с помощью слова «гнездо». Вяра. Вяра. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова «постель». Чарта. Ч, чарта. Звук Ж мы запоминаем с помощью слова «корова». Ж. И звук Т мы запоминаем с помощью слова «сова». Следующее предложение. МАДИНИ, АМИНАТИ, АНЬЯТ. МАДИНИ, АМИНАТИ, АНЬЯТ. МАДИНИ и АМИНАТ ВСТРЕТИЛИСЬ. Здесь мы как раз видим, что правило, которое мы проходили о суффиксе «и», мы вот и видим, как оно применяется на практике. Суффикс «и» в существительном МАДИНИ и в существительном АМИНАТИ, АНАТИ, АЗНАТИ, выполняет функцию соединительного союза. Переводится как МАДИНИ и АМИНАТ. МАДИНИ, АМИНАТИ, АНЬЯТ. МАДИНИ и АМИНАТ ВСТРЕТИЛИСЬ. Звук Т мы запоминаем с вами с помощью слова «сова». Молодцы, очень хорошо потрудились, очень хорошо потрудились. И на этом наше с вами занятие подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я вам хочу напомнить, что это и все последующие занятия будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абазы», под разделе «Видео», а также в группах «Абаза Безша» и «Алашара» во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал «Алашара» и YouTube-канал «Абаза Безша». Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах, жзерасхад. Субтитры сделал DimaTorzok